Всем привет, с вами Артём Бёргман и канал Язык Кино. Самым частым вопросом ко мне, который я встречаю на стримах, в комментариях или личных сообщениях, звучит так. Можно ли стать режиссёром без учёбы в киношколе или киновузе? Чтобы ответить на этот вопрос один раз и затем просто кидать ссылку на этот ролик, я решил записать это видео, в котором расскажу, как можно научиться снимать кино без кинообразования. Конечно, практика, то есть съёмки, это один из самых лучших способов обучения, но всё равно, по моему мнению, прежде чем снимать, стоит понимать, что снимать. А для этого стоит иметь представление о кинопроизводстве, которое будет подкреплять практику. Для этого в этом ролике я собрал материалы, по которым учился сам, помимо, собственно говоря, самих съёмок. У меня нет никакого профильного образования по кино, всему я учился на практике и занимался самообразованием. В силу этого я перелопатил довольно много материалов по созданию кино и смог составить своего рода учебный план для людей, которые хотят стать режиссёрами и не имеют желания или возможности для обучения в киношколе или киновузе. И этим планом я сегодня поделюсь с вами в этом видео. Начать я вам предлагаю с прекрасной книги Александра Митты «Кино между раем и адом». Это идеальная книга, чтобы начать свой экскурс в кино, который представляет собой очень простой для восприятия материал, способный лучшим образом описать основы кинематографа. После книги Митты я предлагаю вам погрузиться более глубоко в создание сценариев. Сценаристика режиссура — это практически синонимы, и конечно же режиссёру важно знать основы драматургии и иметь понимание того, как пишутся сценарии, даже если он не собирается сам их писать. Как говорил Хичкок, «Кино — это сценарий, сценарий и ещё раз сценарий». Из всех книг по теме создания сценариев мне больше всего нравится книга Дэвида Ховарда и Эдварда Мабли «Как пишет и продают сценарии в Южной Калифорнии». Эта книга не так часто упоминается как «Анатомия истории» Джона Труби или «История на миллион долларов» Роберта Маки, но лично мне она нравится больше всего своим структурным подходом. Хотя в целом глобально все книги, что я читал по сценариям, говорят практически об одном и том же, просто чуть по-своему. Поэтому в какой-то мере и Труби, и Маки могут быть хорошим способом познакомиться с основами драматургии. После введения в основу создания сценариев можно переходить к визуалу. И тут я бы рекомендовал книгу Рудольфа Артхейма «Искусство и визуальное восприятие». Вообще книга Артхейма базовая для всех визуальных искусств и будет полезна далеко не только режиссёрам. Из этой книги вы узнаете, как работает визуальное восприятие человека с точки зрения психологии. Это большой научный труд, который почему-то редко можно встретить в подборках книг для режиссёров, но между тем это одна из основных книг. В дополнение к ней можно рассмотреть работу Александра Лапина «Фотография как», которая продолжает и раскрывает труды Артхейма в более практической области. Теперь достаточно нарастив базу, можно перейти к более профильным книгам по режиссуре. Тут я советую начать с прекрасной книги Брюса Блока «Визуальное повествование». Это очень простая и доступная книга, которая хорошо раскрывает все основные аспекты режиссуры, с точки зрения киноязыка. Затем стоит обратиться к одной из моих любимых книг и одной из самых важных по режиссуре. Это книга Николаса Профероса «Основы режиссуры». Этот материал поистину уникальный, ибо делает то, что не хватает многим другим подобным материалам. Он пытается работать со сценарием с точки зрения постановки и объясняет, как визуализировать историю и ставить нужные акценты. Режиссерский разбор сценария – это одно из самых важных достоинств этой книги. Именно работа со сценарием – это один из самых главных навыков для режиссеров. Потому что перед тем, как думать о том, как снимать, стоит понимать, как работает история, о чем думают герои и что хотят получить. И исходя уже из этого, стоит строить киноязык. И вот этими вопросами задается Проферос в своей книге. И именно этим она бесценна, потому что эти ключевые вопросы часто игнорируются в материалах по созданию кино. Следующая книга – это Блэйн Браун, «Кинематограф. Теория и практика». Наверное, с точки зрения механики кино, то есть процесса подготовки, съемки и постпродакшена, вряд ли есть книга лучше этой. Эта книга является учебным пособием для многих ведущих киношкол мира, и это совершенно заслуженно. Она лучшим образом охватывает все кинопроизводство и рассказывает о способах съемки, какие бывают осветительные приборы и как они работают, как работают те или иные монтажные и визуальные приемы, как применяется компьютерная графика, чем занимается каждый член съемочной группы и каковы его обязанности. И другие темы. Теперь поговорим о курсах для режиссеров. Я не буду рекламировать всякие курсы киноделов и других сомнительных контор, а буду говорить об общепризнанных мировым киносообществом материалах, которые смотрел сам. Начну я с по-настоящему культового курса Hollywood Camera Work. Это очень известный и очень крутой курс по визуальной режиссуре из 6 частей и одного дополнения. В нем наглядно раскрывается все, что касается режиссуры, начиная от крупности планов, заканчивая постановкой сцен по сценарию. И все это показано наглядно в формате 3D мизансцены. В трехмерном пространстве наглядно можно увидеть расстановку камеры, расстояние от камеры до объекта съемки, как работает та или иная оптика, по какой траектории движется камера и многое другое. Курс отлично преподает понимание блокинга как с точки зрения камеры, так с точки зрения актеров, учит тому, как грамотно покрывать сцены, как снимать сцену с большим количеством людей, раскрывает большое количество визуальных приемов и многое-многое другое. Это воистину уникальный курс и единственный в своем роде. Есть у меня даже одна забавная история, связанная с этим курсом. Один подписчик моего канала, студент Гитера, мне как-то сказал, что ему преподаватель посоветовал посмотреть этот курс. И мне в переписке студент сокрушался, что вот я плачу 300 тысяч рублей в год, чтобы мне сказали, что есть такой вот хороший курс, про который он узнал от меня. Единственное, что советую вам не смотреть этот материал более 30 минут в день, ибо там совсем нет воды и тяжело смотреть больше и успевать его впитывать. Но также советую вам использовать конспект, чтобы лучше усваивать материал. Конечно, это далеко не все материалы, по которым можно научиться снимать кино. Есть еще не менее важные книги и курсы по этой теме. Если вам интересно о них узнать, то проявите свою активность, поставив этому видео лайк и напишите комментарий в поддержку. Если я увижу значительное желание с вашей стороны, то непременно сделаю вторую часть. Если вы впервые на этом канале, то чтобы ничего не пропустить, не забудьте подписаться на него и включить все уведомления. Всем вам большое спасибо за просмотр и желаю вам постижения режиссерского мастерства. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok